Студия Зоверип Интернейшнл Представляет Фильм Валерия Авторова История европейского хоккея Французский фигурист, неоднократный чемпион Франции в мужском одиночном фигурном катании И хоккейный функционер, Луис Магнус, также занимал руководящие посты в Парижском спортивном клубе, объединявшем спортсменов зимних видов спорта Со временем, Луис Магнус, стал одним из первых пропагандистов зимних ледовых видов спорта И будучи журналистом, он все больше и больше, внимания уделял хоккею Учитывая различия в правилах игры, Луис Магнус обратился в Международный союз конькобежцев с предложением возглавить хоккейные федерации и стандартизировать правила Получив отказ, Луис Магнус разослал приглашение шести европейским представителям национальных хоккейных федераций Это, Великобритании и Франции, Бельгии и Швейцарии, а также Германии и России 15 мая 1908 года, по приглашению Луиса Магнуса, в Париже, по адресу, улица, Рю-де-Прованс, здание номер 34 Собрались 8 представителей из 4 европейских стран Францию представляли, сам Луис Магнус, а также Роберт Планк и, Роберт Ван Денховен От Бельгии были господа, Эдди де Клерк и, Эдуард Малоря От Швейцарии, Эдуард Мелор и Луи Дюфур Великобританию представлял господин Мавра Гадета Отсутствовали приглашенные представители, Германии и России Эта встреча с 15 по 16 мая стала первым конгрессом Международной хоккейной федерации Результатом встречи стало учреждение Международной лиги хоккея на льду А Луис Магнус стал основателем и первым президентом Международной лиги хоккея на льду Его соотечественник Роберт Планк стал первым генеральным секретарем этой организации В итоге с 20 октября и по 8 декабря 1908 года членами Международной лиги хоккея с шайбой на льду стали пять стран Франция, первая вступившая в Международную лигу по хоккею с шайбой, подписалась 20 октября А уже в ноябре, Богемия, которая также присоединилась к четверке основателей Международной хоккейной лиги, причем представители Богемии стали вторыми по счету Также в ноябре вступили в членство, Великобритания и Швейцария И уже к концу года, 8 декабря подписалась Бельгия С 23 по 24 января 1909 года, во французском городе Шамани, состоялся второй конгресс Международной лиги хоккея на льду Здесь же был принят окончательный собственный устав и собственные правила игры Также, конгресс решил организовать ежегодный чемпионат Европы, начиная со следующего, 1910 года И по этому случаю в связи с проведением конгресса в Шамани с 23 по 25 января 1909 года Был проведен первый международный городской турнир, получивший название Кубок Шамани И чуть позже, получивший статус, как неофициальный чемпионат Европы В турнире приняли участие 5 команд, это Хоккейный клуб «Принцы Лондона», представляющий Великобританию Клуб конькобежцев Парижа, представляющий Францию Клуб конькобежцев Лозанны, представляющий Швейцарию Бельгию представляла Федерация конькобежцев Бельгии, из Брюсселя Богемию представляла чешская команда «Академик» из Праги Согласно тогдашних правил игры, продолжительность встречи составляла два периода по 20 минут На поле от каждой команды одновременно находились по 7 человек Вратарь, два защитника, три нападающих И, так называемый полузащитник или по-другому, ровер Который в отличие от других игроков, не имел на льду постоянного места Но больше всего играл на пятачке, перед воротами соперника И конечно же, такое количество игроков переполняло лед и уменьшало скорость игры Лишь в 1923 году, позиция ровера будет упразднена навсегда Итак, с 23 по 25 января 1909 года, состоялся хоккейный турнир за Кубок Шамани Который также получил статус как неофициальный чемпионат Европы Турнир прошел в течение трех дней Интересным было то, что некоторым командам пришлось сыграть по два матча в один день И хотя каждую страну представляли те или иные клубы Но все они выступали в качестве национальной сборной команды 23 января состоялись три встречи Сначала клуб конькобежцев Парижа из Франции разгромил чешскую команду Академик из Богемии со счетом 8-1 У французов четыре шайбы забил Пьер Дэниел Блайн По две шайбы забили Робер Ла Кроа и Альфред Дерауш У чехов отличился Ян Палоуш Во второй игре принцы Лондона нанесли поражение представителям Швейцарии 3-0 Здесь дважды отличился Хьюго Стонер Одну шайбу забил Альберт Маклин В третьем матче первого дня снова играли французы, на этот раз против Бельгии И снова Франция выиграла, правда с минимальным счетом 1-0 Отличился Пьер Дэниел Блайн После первого дня турнирная таблица выглядела следующим образом Франция, сыграв две игры, с четырьмя очками была на первом месте Великобритания, набрав два очка, расположилась на второй строчке турнирной таблицы При этом, Британия сыграла только одну игру 24 января состоялись еще три игры Представители Швейцарии нанесли крупное поражение спортсменам Богемии В 8-2 за Швейцарию пять раз отличился Макс Силик И трижды Бердес За Богемию один гол забил Ян Палоуш или Ярослав Ярковский Данные разнятся, а также одну шайбу забил Атакар Виндыш Во втором матче снова играла Швейцария и снова победила На этот раз представители Бельгии со счетом 6-2 Тем самым Швейцария заметно улучшила свое турнирное положение У Швейцарии забивали четырежды Макс Силик и по одной шайбе Альфред Мегро и Фил Паю За Бельгию забивали Жан-Поль Вербист и Поль Лойк Завершался второй день матчем между командами Великобритании и Богемии Принцы Лондона ожидаемо переиграли чешскую команду из Богемии с разгромным счетом 11-0 В этом матче 6 раз отличился Гарольд Дзюден, трижды забил Альберт Маклин и дважды Хьюго Стонер Турнирная таблица после второго игрового дня заметно изменилась Представители Великобритании и Франции, сыграв по две игры, набрали по 4 очка Однако, по забито пропущенным шайбам, команда Великобритании заняла первую строчку Швейцария также набрала 4 очка, но при этом, сыграв уже три игры И совсем плохо обстояли дела у представителей Бельгии и Богемии На фото, хоккейный клуб «Принцы Лондона», представляющий Великобританию 25 января завершался турнир на Кубок Шамани, или по-другому, неофициальный чемпионат Европы Клуб конькобежцев Парижа, обыграл клуб конькобежцев Лозанны В итоге, Франция и Швейцария, три ноль, шайбы у французов забивали, две, Робер, Лакруа, и одну, Поль Рюина, Де Гурни И набрав шесть очков, Франция вышла на первое место В свою очередь, Великобритания нанесла поражение Бельгии, со счетом 4-0 И снова Британия возглавила турнирную таблицу, как и Франция набрав шесть очков, но с лучшей разницей забитых и пропущенных голов Все четыре шайбы у «Принцев Лондона» забил «Уэйк» В третьем матче этого дня, Бельгия проводила свой второй матч, играя против Богемии Это было противостояние аутсайдеров И все же Федерация конькобежцев Бельгии из Брюсселя, обыграла чешскую команду «Академик» из Праги, со счетом 4-1 За Бельгию отличились трижды, Жан-Поль, Вербейст и, Морис Депре За Богемию отличился, Атакар Виндиш или Ярослав Ярковский Точных данных на этот счет не имеется, благодаря этой победе, представители Бельгии не стали последними Завершали турнир лидеры чемпионата, хоккейный клуб «Принцы Лондона», представляющий Великобританию И хозяева турнира, клуб конькобежцев Парижа, представляющий Францию В решающем матче, проходившего по круговой системе, хоккеист Великобритании, Хьюго Стонер, во втором периоде открыл счет в матче Но на последних минутах основного времени, француз, Ердениал Блайн, сумел сравнять счет И все же решающую шайбу в четвертом овертайме забросил игрок Великобритании, Гарольд Дьюден, 2-1, в пользу Великобритании И мы видим итоговую турнирную таблицу, где показано, что представители Великобритании заняли первое место, набрав 8 очков Франция стала второй, в ее активе 6 очков, у Швейцарии 4 очка, и третье место Бельгия с двумя очками, в итоге стала четвертой, и Богемия, занявшая последнее пятое место, очков не набрала На фото, чешская команда Академик, из Праги, представляющая Богемию Слева направо, Аткар Виндиш, Белеслав Хаммер, Йозеф Груз, он же вратарь команды, Ян Флейшман, Ярослав Ярковский, Ян Палоуш и Штибер Малы Еще один участник команды, запасной вратарь, Антонин Потучек, на фото отсутствует Лучшим бомбардиром, с девятью заброшенными шайбами стал хоккеист Швейцарии, Макс Силик Он также являлся хоккейным функционером, и президентом Швейцарского хоккейного союза с 1908 года Будущий участник Олимпийского хоккейного турнира 1920 года, и будущий президент Международной лиги хоккея на льду Кубок Шамани завоевал хоккейный клуб «Принцы Лондона», представляющий Великобританию Команда, составленная в основном из канадских студентов, в итоге стала неофициальным чемпионом Европы 1909 года Состав команды «Принцы Лондона», принимавшие участие в хоккейном турнире на Кубок Шамани Томас Юнит, он же вратарь команды, Бетюн Паттон, Беван Кокс, Гарольд Дьюден, забивший 7 голов на турнире, став вторым снайпером, А. Лоуфорд, Хьюго Стонер, Альберт Маклин, Сокфорд и Уэйд Уважаемые друзья, данный фильм из серии «История европейского хоккея» записан по предложению любителей этого вида спорта и статистики «История европейского хоккей» Редактор субтитров А. Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...